Всем привет! Предлагаю посмотреть на ножик марки Firebird, она же GANZA, модель F803. Представляет из себя обновленную версию, известного многим ножа выживания так называемого, GANZA 8012. Компания сама говорит, что она меняет свой логотип с GANZA на Firebird и благодарит за то, что вы стоите с ее продуктами. Упаковка очень похожая на старый нож, внешне нож изменился мало, но на самом деле изменения есть. И давайте посмотрим, сравним изменения, в чем они произошли. Комплект поставки стандартный, ножный, нож огнево, ну и собственно все в комплекте, больше ничего у нас здесь нет. Как видим, цветовые решения у нас в принципе остались теми же самыми, изменились несколько ножны. Ну, сейчас будем рассматривать это все дело внимательней, подробней. Компания хоть и называет свой нож ножом выживания, вы должны отлично понимать, что это все-таки нож. Для открытия канализационных люков есть ломик, для перекусывания проволоки в гвоздей есть плоскогубцы, для забивания каких-то гвоздей, шурупов есть молоток. А это все-таки нож, и его главное предназначение это резать. Также отмечу, что если вы хотите какую-то мультифункциональность, то есть другие инструменты, вроде мультитулов или ножей с наборами инструментов. Это именно большой ломовитый нож. Итак, что у нас изменилось в ножнах по сравнению с предыдущей моделью? На ножнах пропала петля в основании для крепления на снаряжение, теперь ее нету. Здесь у нас сразу же идет стропорез. Как вы видите, в старом модели, которую я использую, стропорез я закрыл деревянышкой, поскольку он довольно опасный, и те же пальцы взрослых или даже детей могут сильно повредить ваши ткани. На ножнах также присутствует огнево. Крепление вроде как немножко изменено, оно теперь стало более жестким. Искру высекает точно так же, размеры остались прежними. В принципе, в этом плане все осталось по старому, ничего не изменилось. Как видим, потерять его достаточно трудно. Также и работать с ним достаточно легко, если вы имеете какой-то навык в этом. С обратной стороны есть алмавра-точилка, достаточно грубая. Но, мне кажется, в 803 модели она стала более мелкозернистой. Также мы можем видеть, что часть поясного крепления стала теперь просто прямоугольной формой, без всяких анатомических вырезов, как было ранее. Конструкция стала с той же самой петля, а внутри какой-то дермантин. Такой вот формы. Посмотрим теперь на сами ножи. Нож 803 и 8012 никогда не глистали. Красотой какой-то и изячеством. Тем не менее, уродцами назвать их трудно. Если вы хотите увидеть уродцов, то, пожалуйста, вот модель от той же марки Ганза. Про нее смотрите отдельный обзор на моем канале. По габаритам ножи, в принципе, остались теми же самыми. Старый 8012 был таким более тяжелым, новый 803 чуть-чуть легче. Его клинок стал более кленовидной формы. По обуху, если к старому он был такой практически до кончика клинка, достаточно толстым, то теперь сужение начинается гораздо раньше. Область для высекания искрестала чуть-чуть меньше. Рукоять ножа стала чуть менее толстой в средней части. Изменения минимальны, но они есть. Также компания открыла отверстие. Две возле клинка и одно в хвосте. Теперь можно закрепить нож на какой-то палке и использовать как копье, если вы серьезно думаете, использовать его как нож в выживании. Раньше для этого необходимо было выкручивать хвостовой винт и снять ручку с ножа. Ручка с на пояси прорезиненная, достаточно ухватистая и работать ножом удобно. Есть вот пальцевая выемка теперь. Для тонких работ раньше ее не было. Заточка ножа из коробки неплохая. Форма, конечно, на любителя. Покрытие аналогичное старому. Оно затирается со временем. Я предпринимал некоторые попытки снять его полностью, но мне не хватило терпения. И, в принципе, нож остался за таким год потертым после этого. По толщине, по рабочим габаритам. Длина клинка порядка 11 сантиметров. Ширина клинка где-то 3,3 сантиметра. Толщина в обухе около 5 миллиметров. И она идет такой практически вот до этого места. До свинения. Сталь здесь используется 8 хром 14. В старом ноже кажется, что была обычная 440-го нержавейка или что-то другое. Но сталь поменялась теперь. В руке нож стал более сбалансированным. Раньше все-таки головная часть перевешивала нож очень сильно вперед. Теперь он более сбалансированный. В хвосте по-прежнему остался ударный, ударная такая кромка. Винт, молоток, называйте как хотите. Если его выкрутить, я думаю, нож можно вынуть из рукояти. Но я думаю, в этом теперь смысла нету, поскольку отверстие крепежное у нас в укрытом доступе. О том, как режет данный нож. Волосы на запястье он режет не в лед, конечно, но так сосклевает их с некоторым надувом. В принципе, заточка есть. Как он режет продукты? Режет аналогично всем подобным ножам ломовитостерей, разламывая их, чем аккуратный и тонкий рез получается. Это не клинки Мора, которые отличаются скандинавскими спусками и тонким резом. Он режет, группа режет за счет своей массивности. Он, конечно, может быть использован для снятия коры из какого-то дерева, для нарезания палок. И, в целом, я скажу, этот нож гораздо более изящный и удобный. Более удобно лежит в руке, чем старый 8012. То есть, компания Ганза все-таки провела какую-то работу, хоть и запоздалую, и сделала нож более интересным и удобным. Стоит ли менять старую модель на новую, каждый решит сам. Мне кажется, что новая модель все-таки интереснее старой. На этом все. Спасибо всем за внимание. Ножганза F803 из магазина Fonaric.com До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»